Привет! Я получил новые посылки из Китая. Давайте мы с вами их распакуем. Поехали! На самом деле я знаю, что находится внутри, поэтому мне бы хотелось начать с большой посылки, а к маленькам мы вернёмся чуть позже. Прежде чем начать распаковку посылки, предлагаю тщательно её осмотреть. На передней стороне мы видим адреса отправителя и получателя, а также трек номер. Он отслеживался, потому что посылка стоила не много, не мало 10 долларов. Также, как вы могли заметить, здесь дырочка. Когда я получал посылку, я её не заметил, но сейчас я её отчётливо вижу. Переворачиваем и на задней стороне мы видим вес товара. Посылка весит 300 грамм. Это, наверное, самая тяжёлая посылка, которую я когда-либо получал из Китая. Продавец её оценил в 2 доллара, но опять-таки оценочная стоимость может отличаться от цены товара. Настало время распаковать посылку и посмотреть, что же находится внутри упаковки. В этом мне помогут ножницы, ими я буду распаковать посылку. Спаковать я предлагаю вам с задней части, потому что здесь будет сделать намного легче. Вот момент истины, что же спрятано внутри. Так, что-то я не могу открыть. Ой, наверное, тут какой-то клей застыл. Надо взять ножницы и разрезать. Разрезаю, и что я вижу? Там ещё какая-то упаковка. Давайте разорвём пакет, потому что иначе его не открыть. Я вижу пупырку. Что это? Ещё одна упаковка? Ну ничего себе. Это самая качественная упаковка, которая когда-либо мне приходила из Китая. Теперь давайте мучиться и её открывать. Как вы можете увидеть, вся пупырка замотанная скотчем. Сразу видно, что продавец поработал над упаковкой и вложил в это время. За что я искренне ему благодарен и думаю, только за упаковку можно ему поставить 5 звёзд на сайте Алиэкспресс. Уж очень хорошо он подошёл к упаковке и отправке товара. Разрезаю пупырку аккуратно, потому что не хочу навредить товару. Эту посылку я ждал достаточно долгое время, поэтому мне бы не хотелось нанести ей какой-нибудь вред. Надеюсь, при доставке она не пострадала и я не хотел бы её испортить сам. Итак, уже по чуть-чуть мы можем видеть, что же там находится. Ладно, я вам скажу, это блокнот. Разрываем пупырку и вот, ура, распаковал посылку. Та-дам! А вот и блокнот. Именно его я заказал на Алиэкспресс за 10 долларов. Блокнот запечатан в упаковочную плёнку. Давайте мы её распакуем. Вы у меня спросите, Вова, ты что, фанат фильмов Марвел? А я вам отвечу, нет. Но этот блокнот уникальный, а его уникальность в том, что все листы... Все листы чёрные, а их, к слову, 120 штук. Также этот блокнот является официальной продукцией к фильму Первый Мститель. У продавца было несколько блокнотов к разным супергероическим фильмам. Железный Человек, Бэтмен, Супермен и Капитан Америка. Я выбрал блокнот с Первым Мстителем из-за того, что здесь чёрные листы. Цвет листов зависел от цвета логотипа того или иного супергероя. У Бэтмена серые, у Супермена голубые, а у Железного Человека красные. Что ж, давайте распакуем его до конца. Мне для этого даже ножницы не потребуются. Внизу была маленькая дырочка, через неё мы разорвём плёнку и достанем блокнот. Снимаем последнюю упаковку и видим блокнот матовый. Блокнот очень качественный, а если его открыть, то мы видим, что все листы чёрного цвета. В этот блокнот я буду вклеивать билеты из кинотеатра и писать какие-то важные события из моей жизни. Если вам интересно смотреть, как я буду оформлять этот блокнот, то видео будут на моём втором канале, Инсен Студия Цюз. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ну а теперь настало время распаковать вторую посылку, она напрямую связана с блокнотом. На передней стороне мы видим всё тот же адрес получателя и отправителя, а также вес товара. Написано, что посылка весит 10 грамм, а оценочная стоимость 70 центов. Примерно за столько я и купил, до доллара. Пришло время распаковать посылку, а помогут нам в этом деле ножницы. Посылка упакована в конверт, поэтому будет достаточно просто его разрезать. Разрезаем и видим, о, тоже пупырка. Что, в последнее время все упаковывают товары в пупырку? В конверте больше ничего нет. Разворачиваем товар и видим, ручка. Вы у меня спросите, Вова, ты что заказал из Китая ручку? А я отвечу, эта ручка необычная. Особенность этой ручки, что у неё белые чернила, то есть она пишет белым цветом. Она мне нужна для оформления блокнота, буду писать белыми чернилами по чёрной бумаге. Предлагаю оформить первую страницу, заодно проверить работоспособность ручки. Ну а на сегодня всё. Если тебе понравилась распаковка и ты хочешь видеть новые распаковки на канале Instant Studio, поставь видео палец вверх. А также не забывай подписываться на канал Instant Studio, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят каждый понедельник. Ну а с вами был всё тот же я, Вова. Увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok